Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила испечь овсяное печенье с изюмом в духовке. Обычно овсяное печенье я покупаю в магазине, люблю с изюмом. Но нашла такой рецептик и все-таки решила попробовать сделать его своими руками. Ну, а что нам для этого понадобится, сейчас вы узнаете. Что нам понадобится для овсяного печенья? 150 грамм овсяных хлопьев, 20 грамм изюм, 120 грамм сливочного масла, одно яйцо, грамм 50-60 сахара или 2 столовые ложки, 5 грамм ванильный сахар, ну, у меня сахар, не ванильный сахар, а у меня кристаллический ваниль. Там немножечко на кончике ножа. 110 грамм мука и 1 чайная ложка разрыхлителя. Изюм нам нужно залить кипяточком, чтобы он немножечко постоял, разбух, размяк. Я его сразу сейчас залью. Ну и сливочное масло нужно, чтобы было размягченным. Оно у меня уже постояло в комнате. Сливочное масло мягкое. Ну, теперь начнем собирать печенье. Ну что ж, приступим. Я взяла вот такую побольше мисочку, кинула сюда сливочное масло. Теперь мы добавляем сюда сахар. Яйцо. Можно сразу сюда добавить ванилин и разрыхлитель. Ванилинчика я всегда кладу на глаз. Примерно так. Это ванильный. Ваниль кристаллический. Ну, или ванильный сахар, чайную ложку. Чайную ложку разрыхлителя. Вот еще можно добавить немножко. У меня как раз вот и будет уже чайная ложка. Сейчас я все это разомну ложкой, а потом нужно будет все перемешать это тщательно миксером или венчиком. Вот я перемешала все это ложкой. Теперь вводим просеянную муку и перемешиваем с мукой. Перемешиваем все с мукой. Вот такая масса получается у нас. Теперь сюда нужно потихоньку добавить овсянку. Я всю овсянку сразу добавила. и теперь мы сейчас тесто будем вымешивать руками и в конце уже добавим изюм. В принципе, уже можно его добавить. Теперь уже замесить тесто руками. Долго месить его не надо. Просто вот когда оно уже все пропиталось, вот уже получилось такое тесто. Я тесто сейчас хочу попробовать выложить просто на стол сразу. Сейчас попробуем вот так вот его немножко скатать, разделить на равные части. Но оно все-таки немножко прилипает. Тогда посыпем немного мукой. Я подготовила противень, застелила пергаментной бумагой и примерно мы вот разделим это на... Я думаю так, на 8... 4... Примерно на 8 частей. И будем сейчас скатывать шарики. Если хотите поменьше, значит разделите там еще на 9-10 частей. Смотря какие хотите шарики. Примерно так я на глазе думаю. И сейчас я буду скатывать шарики, но для этого я сначала смочу ручки. В общем форму, размер печенья вы уже смотрите сами на свое усмотрение, как бы вам хотелось. Шарик можно скатать, а потом его уже на противне приплюснуть. Духовку я заранее включила на 180 градусов. Она у меня уже разогрелась. Вот такие печенюшечки у меня получились. Сейчас я их ставлю в духовку на 10-12 минут. Потом вернусь к вам. Вот такое красивое овсяное печенье у меня получилось. Пока оно выпекалось, такой вкусный запах шоу, что я просто не могу. Сейчас оно немножечко остынет и будем пробовать. Ну что мои хорошие, испекли мы печенье. Печенье пахнет. Оно уже подостыло немножко. Я хочу попробовать. Мне очень любопытно знать, как оно получилось. Ммм, очень классно. Оно мягкое, такое, знаете, рассыпчатое, ну почти как песочное. Ммм, вкусно. Прямо сейчас сделать чай или молочко налить и прям с ним. Сахара в миру. Сахара, кто любит побольше, можно там 50-60 грамм. Я сделала 50 грамм сахара, можно 60. Сахара умеренно здесь, нормально. В общем, классное печенье. Я уже не могу оторваться от него. В общем, девочки, печенье мне очень понравилось. Честно говоря, я даже не ожидала, что оно будет таким вкусным. Я думала, что оно будет не очень. Как-то много вот овсяных хлопьев там. И прямо ничего себе так классное. Но при том, что оно еще какое полезное. Я думаю, что это не последний раз я его делаю, еще буду делать. Этот рецептик мне понравился. И я с вами им делюсь. Вообще, я делала его первый раз и рецепт я нашла в интернете. А теперь я его протестировала, можно сказать. И скажу, да, Добрямс можно делать. Бывает, рецепты в интернете не очень хорошие. Попадаются, не получается что-то. А вот это прям здорово получилось. Ну, на этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok